Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Это абсолютная правда. Я к выпуску альбомов не так сильно подхожу, как эти ребята, к участию в нашем шоу. Это «Русские ниндзя» на СТС! Сегодня наших атлетов ждет несколько этапов. Отборочный, гонка лидеров и полуфинал. Итак, на отборочном этапе участников ждет шесть препятствий. Косые ступени. Их можно преодолеть, перепрыгивая с одного выступа на другой. Следующее испытание – полет на бочке. Обхватив бочку руками, нужно проскользить по рельсу к платформе, за которой атлета ждут дрожащие камни. По ним необходимо пересечь бассейн, удерживая баланс. Четвертое препятствие – качели. Раскачиваясь на перекладинах, нужно прыжками добраться до сетки и пролезть по ней на платформу. Следующее испытание – обезьяний парк. Его можно пройти, переставляя стержни из одного отверстия в другое. И финал отборочного тура – «Малая гора». Участнику необходимо разбежаться, взобраться наверх дорожки и нажать на кнопку. Всего у атлета есть три попытки. Задача – просто дойти до конца, но есть ключевое условие. Участникам нельзя касаться воды. И пить тоже. Правила понятны. Ну что ж, оставайтесь здесь. Свои дна сейчас высока, а я пошла к народу. Это моя стихия. Пока. Звание легенды этого международного проекта и 5 миллионов рублей сильнейшему – все это «Русский ниндзя». Это один из участников, и он уже готов начать отборочный тур. И это Антон Тарасов. Он занимается спортом. Лишь свободное время, никаких профессиональных регалий, тренировок с утра до ночи. Посмотрим, может ли покориться самая сложная трасса в мире спортсмену-любителю. Я знаю, что я не дотягиваю по каким-то параметрам, но я думаю, что на характере я должен вывести. Хочу своим примером показать, что «Русский ниндзя» может быть простой мальчик или девочка на любой профессии. «Русский ниндзя» – это тот, у кого есть дух, у кого есть цели, и которая идет и не отступает. Антон сейчас добегает до стартовой площадки. Ну что, болеем за папу? Да! Папа у тебя просто красавчик, Анита! У меня есть дочь, моя любимая, которая здесь за меня болеет. Это моя поддержка, безусловно, это тоже мой двигатель. Хочу своим примером тоже показать, что возможно все, и победить в этом проекте. Антон Тарасов, Москва! Стартовый сигнал прозвучал, и Антон делает прыжок на косые ступени. Вперед, папа, Антон! Давай! Слушай, очень неплохо для непрофессионального спортсмена. Первая часть позади, косые ступени не вызвали сильных проблем особых у Антона. Он тебе показывает, покажи папе тоже в ответ, помаши, умничка. Сейчас будет полет на бочке. Так. Нежно приобнял, готов толкаться и лететь. Ну, давай! Держаться! Держаться! Антона поддерживает его дочка, которая буквально кричит от счастья, когда папа осиливает очередное препятствие. И вот он уже перед третьим, самым коварным, дрожащий камней. Неужели будет разбегаться? Да и посмотри, посмотри. Ой, милая! Давай! Смотри, он все-таки бежит! И падает! Вы! Антон рискнул и искупался. Вот зря поторопился, а! Вы так рискнули! Мало кто может такой себе позволить. Мы говорим вам спасибо за красивую драссу! Спасибо! Это непросто! У вас такая красивая, милая дочка, поэтому вы уже победитель! Спасибо большое! Наша очередная участница считает, что следующим русским ниндзя должна стать девушка! Причем определенная девушка! И звать ее должны Полина Вантур! Я считаю, что женщина обладает большой внутренней силой, огромнейшей! И в этом я убедилась на собственном опыте. Спорт был смыслом моей жизни с самого детства. Я ставила сборную Москвы по прыжкам в батуте, двойному мини-трампу и акробатической дорожке и мечтала стать чемпионкой мира. Однажды на чемпионат России я вылетела с батута и сломала себе две пятки. Я была морально подавлена, бросила все. У меня была очень жесткая депрессия, что я даже не могла в зеркало на себя смотреть. И когда проходила Олимпиада в Рио-де-Жанейро, я смотрела на выступление Алии Мустафиной по спортивной гимнастике и подумала о том, что вот же она там на Олимпиаде выступает, а я сижу здесь, дома, вот в таком состоянии ужасном и чувствую себя просто отстоем каким-то. И я думаю, не, хватит. Я взяла себя в руки и пошла тренироваться. И на одной из тренировок у меня оторвалась крестообразная связка с мениском. Второй удар. Второй удар. На, представьте. У меня сейчас слезы пойдут, я как вспоминаю это. После этого я поняла, что у меня больше нет шанса вернуться обратно в спорт и выступить на чемпионате мира, как я мечтала. Однажды, когда я видела анонс передачи «Русские ниндзи», я поняла, что это мой шанс доказать самой себе, что я могу стать победителем. Полина Вантур, Москва! Что ж, Полина готова. Стартовый прыжок на первую ступень. Оценивает свои силы. Перепрыгивает довольно-таки уверенно, но расстояние между ступенями увеличивается, а каждое последующее находится на уровень выше. Оу, между прочим, Полина феминистка, поэтому, надеюсь, она меня сейчас слышит. Если ты дойдешь до меня, можешь дать мне ляща, то можем поговорить о равноправии здесь. Подожди, Полина сейчас берет разбег, прыжок, цепляется, молодец! Левая нога в самую нижнюю кромку этой ступени вцепилась и делает свой переход на следующий этап. Ну, красотка же! Если она все-таки завоюет звание русского ниндзя, а будет ли некий феминитив, как думаешь? Для ниндзя? Русская нин... Нет, нам. Ниндзесса. Ниндзяшка? Ниндзяка. Слушай, ну, русский язык не позволяет склонять слово ниндзя, как нам подсказывают сейчас редакторы. Держаться, Полина! Полина, держаться! О, пока мы говорили о русском языке, Полина Ваттур совершает свой прыжок в неизвестность. Это очень тяжело. Это очень тяжело, потому что это самая сложная трасса в мире, конечно. И не удержалась она, увы. И свой путь к вершине и к званию русский ниндзя Полина заканчивает на самых первых парах. Алишер, объявляя следующего участника и рассказывая о нем факты, будь аккуратнее. Ведь он действующий десантник. Хорошо. Я с охраной. Я военнослужащий по контракту. Сейчас нахожусь в запасе. На проекте «Русский ниндзя» хочу показать, насколько силен русский солдат. Не только физически, но и морально. По сути, ведь десантник – это и есть русский ниндзя. Это человек, который может все. Может и сальто крутануть, может и кувырок сделать, не подтянуться. Поэтому будем биться до конца. Разрешаю. Вперед. Игорь Крючков во всей красе. Давай, любимый. Я в тебе верю. Так, сразу давай определимся. Шутки про ВДВ и купание будут? Обязательно. Ну как же без этого? Сигнал прозвучал. Прыжок и время начинает свой. Уверенный и быстрый отсчет. Косые ступени. Мне кажется, пройдет без труда. Успешно проходит первое испытание. Приближается ко второму. Обхватывает нашу бочку. Полет на бочке. Спиной летит. Неудобно. Здесь свалила его бочка немножечко. Как-то неловко он отцепляется от этой бочки. Но тем не менее, он остается на платформе. Главное, что он не коснулся воды. И уверенным шагом приближается к дрожащим камням. Сейчас длинный шаг необходим. Ой-ой-ой, опасно. Чуть-чуть не долетает. Как же так? Решил ускориться в середине препятствия. Игорь, разрешите сделать комплимент? Конечно. Вы красавчик, Игорь. Спасибо. Несмотря на то, что сегодня не день ВДВ, наш десантник сегодня искупался. Далее нас ждет участник, который в борьбе за победу может использовать сразу два стиля. Так как он мастер спорта по самбо и дзюдо. К тому же он очень романтичная натура. Да, я романтик. И я пишу стихи. Стихи это круто. Особенно для девушек. До седьмого класса я пел, танцевал и занимался борьбой. И потом, как обычно, в школе бывает, Диман, ты что, прикалываешься, что ли? Ты что, какие песни? Гомони, сиди, тренировка борительная. И реально, ну, тебя давит, твой социум, ребята. И я все бросил, кроме борьбы, и начал бороться. И сейчас стараюсь, как сказать, попробовать то, что я хотел, потому что потом будешь грыть с локтей всю свою жизнь. Начал ходить на курс актерского мастерства, там, на вокал сейчас начал ходить. Парасмены, конечно же, они очень так скептически относятся, типа, Дим, ну ты серьезно, ну ты серьезно, ты там хочешь там выступить, что-то там потанцевать. То есть, конечно, тяжело, но не надо никого слушать. Дмитрий Москвенков. Москва. Родители поддерживают в полном составе, так сказать, и мама, и папа здесь. Следят за сыном, родителей подводить вообще не варик. Я хочу победить. Сто процентов я готов. Убедите. Я верю, я верю, что он победит. Такой романтик может тебе и на люлей надавать. Это точно. Люлей надавать. Это что, я так не говорил никогда вообще. Вы разрешите материться, пожалуйста, я не могу уже. Видишь, как разнообразится твой словарный запас, когда тебе нельзя выражаться твоими обычными фразами. Так, ну что ж. Посмотрим, как он поборет нашу полосу препятствий. Слушай, он даже небольшой разбег умудряется взять на каждом из этих... На каждой из кассы ступеней. Слезит прям как человек-павук. Да-да-да, пока очень ловко выглядит. Вот он уже перед вторым препятствием. Полет на бочке ему предстоит. Главное, хорошо похватиться. Еще и в правильном положении. Ой, хорошо преодолевает падение. Удачно, удачно он заскакивает. Без особого труда преодолевает два препятствия. Дима, давай! Дима, давай! Он уже на дрожащих камнях. И делает первый шаг, второй. Так, опасно, опасно, опасно! Ты смотри, а! Просто шедая был фирично! Он просто, ну, залетел на платформу. Он перепрыгнул через один из камней, хотя уже потерял равновесие, оттолкнулся и умудрился все-таки свалиться на мат. Какой молодец! Теперь нужно высоченно прыгнуть. Давай! Никогда не сдавайся! Именно эти мысли сейчас проносятся у него в голове, я уверен. Я думаю, нужно такие, что, блин, папа смотрит, а ремня даст, если не проник. Есть, есть, уверенно перескакивал. Сейчас даже был запас, по-моему. Он пришлось даже сгибать немного руки, когда он перехватывал вторую перекладину. Так, ну что же, уцепился хорошо. Теперь будет проползать под нашей сетью. Она сильно достаточно провисает. Выше! Выше! Опасно! Сеть позади! Впереди обезьянний парк. Одно из самых, наверное, энергозатратных, потому что нужно висеть на одной руке, еще умудриться этой палкой попасть в дыру. И ты это делаешь на второй половине парка, когда ты уже потратил достаточно много сил, нельзя возвращаться, нельзя! Не удалось. Как же обидно! Мы знаем, что Дмитрий пишет стихи, и мы так хотели послушать немного зеволирической поэзии здесь, наверху, но нет! Его стихи сегодня нам не услышать. Дима, ну что ж досадное падение? Блин! Блин! Точно мы уверены, что это в этом произойдет, точно, но так бывает. Дима, Дима, давайте искать плюсы. Я познакомилась с вашей мамой и с вашим папой. Да, очень приятно. Дело за малым. Спасибо большое. Сейчас на старт выйдет Лев Родионов. И сам не понимаю, почему, но чем-то мне он очень нравится. На трассу выходит сатана. Много участников обычных спортивных костюмов, а я хочу выделиться. И этот образ, я считаю, мне подходит. Увидите дьявола в полной красе. Смотрите внимательно. Посмотрим, каким образом он будет проходить нашу трассу. Дьявольский хороший. Конкуренты могут подумать, что это просто человек в костюме. Но когда я начну проходить трассу, они поймут, что я не так просто. Что я настоящий дьявол в оплоте. Моя основная специализация – это брейк-данс. Брейк-данс дает универсальную базу ловкости, координации в пространстве. Я надеюсь, что мне это поможет. Да. Чертила кричат ему трибуны. Возможно, старшая половина телезрителей не очень сейчас понимает, чтобы исходить. Да нет, это просто сценический образ у человека. Вот я так пытаюсь это объяснить всем, но что-то не получается у меня. Так, время пошло. Ну что ж, он весь в красном. Мы едва его видим отсюда. Отлично. Замаскировался от нас с Элишером. С такой дистанцией тяжело его заметить. Ну, не торопится, тем не менее. Время пошло. Но понимает Лев, что главное – добраться до заветной кнопки. Так, исполняет стойку на голове. Сейчас показывает опять какие-то навыки своего арсенала бибоя. Как мы видим, шея у него достаточно крепкая. Ощущение, что он как бы догадывается, что не сможет пройти и хочет запомниться максимально. Максимально. Потому что, ну, на время ему вообще пофиг. Это точно. Рога ему тоже не мешают стоять на голове, между прочим. Ты заметил? Сейчас на каточке, на каточке бы ему не... Хороший манифер удержался. Есть! Есть! Два препятствия позади. Ждем очередную фигуру. Отлично. Вот и она. Стойка на руках. Перед Львом дьявольские грибы. Осторожный. Походкой он начинает свой. Сейчас пути назад уже нет. Всполняет небольшой танец. Что же разница в судьбу? Обычно таких она не любит. Так, достаточно быстро резко. И таких наоборот она любит. Ну, он не испытывает больших проблем, несмотря на то, что это достаточно сложная часть испытаний. Будет смешно, если вот сейчас чертенок улетит в ад. Главное, чтобы не выпал хвост, когда он будет перебираться по сетке. Хорошо. Пока у чертяки все получается. Несмотря на свой неоднозначный образ, он показывает пока одно из лучших прохождений за сегодня. Цепляется за сеть. Как они сливаются красиво. Куда он полез? Зачем он лезет наверх? Он хочет пролезть насквозь. А, он хочет что-то исполнить. Да, да, да. Молодец. Ой, вот сейчас бы выпал хвост, и было бы вообще все супер. Слушай, если он так одержим вниманием и эпатажем, что же он будет делать, когда дойдет до нас? Спросим у него? Я на всякий случай предупрежу охрану. Хвост висит, смотри. Копнулся воды, нет? Нет. Смотри, как низко. Ну что ж, он на волоске буквально. Есть! Пятый этап. Предпоследний. Да, да, да. Именно сюда. Красная кнопка ждет красного парня. Ну что ж, пока достаточно уверенно идет. Достаточно высокого роста лев. Поэтому, если он все-таки доберется до нас с тобой, до Малой горы, я имею в виду, у него есть все шансы добраться до самого верха, до красной кнопки. Ай, пижон, а, молодец. И сейчас переход он делает на вторую половину этого парка. Сейчас нужно перенести вес тела на одну руку полностью, чтобы суметь вытащить из отверстия этот штырь. Они из дерева. Смотри, ему как будто бы вообще не составляет труда вот так висеть на одной руке. Ну то, что он раскачивается, это усложняет немного дело, потому что руки немного уже устали. Ай, срывается чертяка! Жаль, пацана. Ну что ж, в преисподнюю прямиком отправляется наш чертила, но шансы вылезти к нам сюда на поверхность у него все же есть, потому что пока никто не дошел до этой кнопки, никто ее не нажал. И если ничего не изменится, то в полуфинал попадут и те, кто смог пройти по отборочной полосе препятствий как можно дальше. Так что у моего пацана шансы-то есть еще. А на старт уже готов выйти Дмитрий Питайкин. Дмитрий входил в состав сборной России по греко-римской борьбе. А сейчас ему придется пройти по бельгийской трассе в борьбе за японский титул и российские бабки. Родом из деревни, очень хотел заниматься борьбой, потому что у нас ребята все на районе, кто были самые сильные, самые крутые, занимались этим видом спорта. Понимал, чтобы достичь каких-то результатов, нужно переезжать в город. Переехал в спортивный интернат, где было очень много сложностей, где приходилось сталкиваться с дедовщиной, приходилось тратить свою силу и энергию на выживание. После армии, как бы, моя жизнь начала налаживаться в лучшую сторону. Я начал усиленнее уже тренироваться, показал результат, съездил на Кубок мира, стал вторым. А дважды со сборной команды страны выиграли Кубок европейских наций. Ну, я, наверное, борец во всех смыслах. Нужно искать какие-то новые цели, потому что уже привык с детства ставить цели, добиваться их. В голове я вижу, как я нажимаю на эту кнопку, идет дым, все нормально. Дай бог, что так и получится. Когда я вижу форму сборной, мне хочется делать лишь одно. Болеть за нее! Кричать! Россия! Так и будем делать! Россия! Огромная группа поддержки приехала болеть за Дмитрия. Ребята крутые, даже майки себе сделали. Сигнал прозвучал, прыжок и время начинает свой уверенный и быстрый отсчет. Да, здесь главное по привычке не пройти в ноги этим косым ступеням. Но пока что надо... Пробираться исключительно по ним, прыгать по головам. Довольно успешен здесь сейчас Дмитрий. Ребята, Великая! Без особых проблем преодолевает. Так, нужно бороться с этой бочкой. Он с правильной стороны сейчас ее обхватывает. Да, да, да. Но хвататься, я думаю, ему должно быть легко. Ой-ой-ой-ой. Как тоненького сейчас было. Хорошо вообще. Одной ножичкой приземлился. Одной ножичкой. В сантиметрах над водой. Уже на дрожащих камнях сейчас Дмитрий. Некоторые проблемы все-таки он испытывает. Видно это напряжение у него в глазах. Давай, Дима, Дима, аккуратнее. Посмотри, опасно было. Последние два камня быстро пробежало. Опасно, опасно было. Есть, есть, есть. Хорошо. Половина дистанции позади. Сейчас качели. Качели. Но до качели еще нужно допрыгнуть. Давай, Дима! Есть, есть, отлично. Начинает свое раскачивание сейчас Дмитрий. На большой дистанции расположены друг от друга две перекладины. Но это его вообще не беспокоит. Абсолютно, абсолютно уверенно проходит первую часть дистанции. Вынужден все еще продолжать раскачиваться. Хорошо, чтобы был вот этот импульс для прыжка. У него очень сильный верхний плечевой пояс, как у всех борцов-классиков. Они в основном работают, конечно же, руками, спиной, плечами. Поэтому здесь проблем быть не должно. Хорошая растяжка. И в таком случае движется дальше. На следующем препятствии проблем тоже не должно возникнуть. Между прочим, он снимался в еще одном телевизионном шоу. Последний герой. Но, увы, героем он там не стал. Посмотрим, станет ли он героем сегодня. Давай, братишка! Очень интересную тактику выбирает. Смотри, смотри, смотри. Очень интересно. С двумя руками на одну палку. Слушай, это и правда... Ай, срывается! Только хотел сказать, что это и правда необычная техника, которую он пользовался, чтобы взобраться на первую половину нашего пятого испытания на Обезьяний парк. И в этот момент Дмитрий срывается в воду. Но, учитывая то, как мало участников доходят до нас, добраться до пятого препятствия – это тоже очень хороший результат. Возможно, именно следующему участнику удастся добраться до заветной кнопки. Ведь он – двукратный чемпион мира по акробатике. Я акробат. В основном стою на руках этим и зарабатываю на жизнь. Я залазю на стульях и делаю там стоечку на руках на высоте 7 метров. У меня жанр – это эквилибр на высоте, то есть балансы на руках. То есть я постоянно рискую, делаю без страховки это. Но вся моя семья уже с крепкими нервами. Привыкли, что я постоянно рискую и что все, в принципе, нормально заканчивается. Мне, конечно, очень хочется стать русским индиям, но я понимаю, что это очень сложно. Возможно, что в мире единицы становятся в Америке, в Японии, в Австралии. То есть их по пальцам посчитать всего шесть победителей за сколько лет? Лет за 20, наверное. Валентина впереди, наша полоса препятствий. Давай дадим ему возможность сосредоточиться. Есть. Мы с братом Алексеем поддерживаем Валентину. Валентина, вперед! Проходит, проходит успешно и уверенно первый этап. Косые ступени позади. Сейчас он ищет, как же ухватиться за эту большую красную бочку. Хорошо цепляется, он взворачивается спиной. Да! Молодец! Хорошо движется дальше. Уверенно начинает прохождение наших дрожащих камней. Так легко, так легко, я думаю, это дается. Ни секунды не стоял. Вообще не останавливается Валентина. Все шансы дойти до красной кнопки. Он еще делает это очень быстро. Эффектно, ярко и блестяще. Ой-ой-ой, смотри-ка, смотри-ка. Давай-давай-давай, держись, держись. Выше, выше, Валя, выше. Слишком легкомысленно он сейчас висел. Снизу под нашей сетью очень распрямлял руки, поэтому был максимально близок к тому, чтобы дотронуться до воды. Ну что ж, одно из самых коварных и игроломных препятствий. Неужели это будет первый человек, нажавший на эту красную кнопочку сегодня? Сегодня я очень на это надеюсь. По-моему, Валентин достоин того, чтобы быть здесь, на вершине. Сосредоточен. Сейчас будет соскок. На одной руке просто, смотри, пролетает. И вот он уже перед нашей малой горой. Минута 50. Все, что потребовалось Валентину, чтобы вступить на платформу перед горой. Как думаешь, получится? С первого раза. У него есть три попытки, напоминаю, чтобы добраться до самого верха. Мы очень надеемся увидеть его здесь. И-и-и! Обеими руками коснулся он заветной вершины. Давай, Валечка! Мы в тебя верим! Вперед! Вторая попытка! Он здесь! Он выбирается и нажимает на красную кнопку! Валентин четверкин! У нас наверху! Валентин, заходи к нам! Залетай! Или перепрыгивай, или залетай с той стороны, как хочешь. Хочешь так, делай так. Вот это ты и вспомнил, конечно, красавчик. Ты первый, кто добрался и нажал на эту кнопочку, получается, она тебя запомнит. Ведь первые мужчины запоминаются навсегда даже кнопками. Поздравляю! Спасибо, мужики! Я смотрю, ты очень эмоциональный. Да, есть такой. Радуешься, да? Да, супер! Огонь! Победа, да? Класс! Ну что ж, это был максимально эмоциональный Валентин четверкин после лучшего выступления сегодняшнего дня. Спасибо, Валентин, спасибо! Удачи! Что ж, я, пожалуй, закончу так же эмоционально, как Валентин. Первый участник добрался и нажал на кнопку. Мы все очень рады, ведь никто сегодня еще не добирался. Поздравляем, Валентин, мы очень с тебя рады. Напомню, что те, кто старается пройти отборочную трассу как можно быстрее, поступают очень предусмотрительно. Ведь двое самых скоростных попадут в гонку лидеров. Этап, в котором они получат право сразиться за прямую путевку в финал. Это русский ниндзя. И следующий участник готов проходить нашу полосу препятствий. Им будет Максим Смуров. Самый добрый таксист. Ведь бабушек он подвозит бесплатно. С раннего детства я очень много плакал. Мне было очень тяжело общаться с людьми, потому что они постоянно меня задирали. Я начинал плакать, и отец принял решение, чтобы отдать меня в карате. Тренеры увидели во мне перспективного спортсмена и предложили мне войти в сборную Татарстана. В один миг все рухнуло. Я получил серьезную травму ноги. Переживал я это очень тяжело. И на долгое время я забросил спорт. Я начал трансовать. Однажды я подвез бабушку, но у нее не хватило денег расплатиться за поездку. Я ей сказал, что денег не нужно, и поездка бесплатна. Я увидел в ее глазах слезы радости. С того момента я никогда не беру денег с пожилых людей за поездки в такси. Но все-таки без спорта я не могу. Потихоньку, понемножку, с болью, со слезами. Я начал бегать по утрам. Начал заниматься на батутах. И моя жена, мой лучший друг, убедила меня поучаствовать в проекте «Русские ниндзя». Возможно, я смогу пройти эту трассу. И я более чем уверен, что у меня получится. Ну что ж, маршрут построен. Пробок на трассе не предвидится. Газуй! Старший сигнал прозвучал. Давай докажем Алишеру, что хорошие парни доходят до конца. Почему так происходит каждый раз, когда я хочу что-то доказать Алишеру? Я не понимаю. Потому что у меня есть связи, брат. Там, там, внизу. Максим, как же так? Не повезло, не фортануло. Пацан к успеху шел. Вообще, пацан уже пришел к успеху, потому что вы здесь. Аплодисменты. За этот маршрут я ставлю вам 10 баллов. Здорово. Все круто. Оценили поездку и провожаем нашего героя. Следующий наш участник – рекордсмен России Олег Кольвах выполнял трюки на пилоне во время полета на воздушном шаре. Я брокер элитной недвижимости. А в свободное время я занимаюсь спортом и делаю акробатические элементы. Спорт для меня – это работа над самим собой. Нету сложнее соперника, чем ты сам. Если ты преодолеешь самого себя, то тебе любые вершины подвластны. И мое, наверное, главное достижение – то, что я на воздушном шаре поднялся на высоту 1500 метров и выполнил акробатический элемент без страховки. Мне даже из Дюссалей писали, чтобы я был солистом, их шоу, но я отказался, потому что мне как бы это, ну, это хобби мое. Некоторые наши испытания тоже находятся на высоте, так что, возможно, он поставит рекорд и здесь. Например, станет седьмым в мире, кому покорится гора Медрияма. Я выхожу на трассу только с позитивом и хорошим настроением. Самое главное – отдать эту энергию, и она обязательно вернется ко мне. Олег Кольвах, Москва. Я вообще не вижу ни капли волнения на его лице. Согласен с тобой полностью, очень уверена. Надеюсь, не увижу и капель воды на его лице тоже. И не только лице. Продолжает пока проходить первые испытания прыжок за прыжком. Да! Максимально эффективно старается действовать, никаких лишних движений не совершать. Сейчас он трясет по своей правой рукой, показывая, насколько легко ему удалось второе испытание. Или, может, он ее сломал. Смотри, как она висит странно. Сосредоточен он максимально перед нашими адскими грибочками. Давайте заткнемся все. Помолчим, дадим ему возможность. И давай мы тоже с тобой замолчим, ну-ка. Я не могу столько молчать. А я просто хотел, чтобы зрители поняли, каково это без комментариев смотреть шоу вообще. И насколько мы важные люди. Есть! Половина позади. Вот сейчас мы видим чуть больше эмоций. Начинает называть. Вот, ну все. Ты гадил понты. Вот понты. Есть, есть. Ждем тебя здесь для победного танца на вершине. Сейчас загрыл в будущее, а он не долетел. Нет, не может быть. Я не верю. Есть, видишь, видишь? Олег Кольвах сейчас раскачивается, чтобы совершить прыжок. Есть! Сейчас уже чуть легче, потому что можно зацепиться ногами или вытянуть руку и дотянуться до сети. Именно это он и делает. Хорошо. Главное не сорваться, потому что наша сеть под весом участников довольно сильно провисает. Держись, Олежа, держись, пожалуйста. Так красиво ты шел. Давай. Маленькие пилончики впереди, торчащие из обезьяньего парка. Олег понимает, что уже почти половина участников сегодняшнего отборочного тура прошли неудачно. Поэтому просто добраться до финиша – это уже будет достижение, которое почти гарантирует ему место в десятке. Поэтому здесь надо быть уверенным. Что он и делает. Не тратить много сил, но при этом не тратить много времени. Хорошо, он смотри, даже подтянулся вверх, чтобы взглянуть на… По-моему, он просто почесал подбородок или… Возможно, возможно. Слишком большую дистанцию взял. Да ладно, будет прыгать! Он сумел всего в три движения оказаться уже здесь, на площадке. Мы увидели небольшую эмоцию. Как же без понтов, а? Руки у него длиннейшие. Не все так смогут, конечно. Три попытки, мы тебя ждем. Олежа, давай! Сюда! Первая попытка! И-е-е-е! Увы! Но зато он уже потрогал вершину. Второй раз должно быть легче. Он должен уже понимать, какую скорость необходимо набрать в начале, в какой момент оттолкнуться и прыгнуть. Потому что без прыжка вершина не покорится нашему участнику. Ну давай! Смотрим. Пошел, пошел, Олег! Мы тебя ждем! Давай! Нет, снова нет! Да что ж такое! Вторая попытка тоже неудачная. Продолжаем смотреть. Я боюсь, что он скользит из-за того, что он не совершает этот отталкивание и прыжок вовремя. Он делает лишний шаг, который уже абсолютно никакого сцепления в себе не несет. Сейчас увидим, будет ли победный танец или танец разочарования. Третья попытка! Финальная! Давай, давай, давай! Есть! Есть! Да! Да! Умница! Есть! Победный танец! Мы это вырежем, а может быть и нет. Поздравляю тебя, Олег! Привет, Дикс! Отлично! Какие эмоции ты сейчас испытываешь, расскажи! Всем привет! Интересная эмоция, да? Ты вот этот танец учил только для того, чтобы станцевать, если заберешь на это? Я всю жизнь его готовил только для этого. Ну что ж, ты лишь второй участник сегодня, который добирается до этой кнопки. Иди отдыхай, жди, пока остальные сегодняшние участники завершат свое выступление. Все девочки бежат, потому что такой красавчик прошел! А сейчас на старт выйдет Аиша Гайнулина. Она бодибилдерша и мечтает поехать на Арнольд Классик, чтобы получить приз из рук Арнольда Шварценеггера. Ну, Арнольда у нас нет, зато есть Алишер. Когда мне было лет 13, я увидела журнал, где была статья опубликована о соревнованиях Арнольд Классик. Там на обложке журнала была девушка именно с такими формами, то есть мышцы, все. Я себе сказала, что у меня будет обязательно такой пресс, такие плечи и такая форма. Гайнулина Аиша. На сегодняшний день я являюсь абсолютной чемпионкой Республики Башкортостан. Я являюсь абсолютной чемпионкой Нижегородской области по бодибилдингу и фитнесу. Ну, в своем городе, где я начала этот вид спорта, я одна. Реакция людей был такой момент, что немножечко смущала, потому что люди не понимают моих целей. И для провинции, наверное, свойственно то, что каждый пытается тебя где-то задеть, где-то судить. Ну, я на это реагирую спокойно, потому что знаю цели своей жизни и непосредственно я делаю то, чего я хочу. Есть и страх, и есть азарт. Потому что для моей сферы деятельности такие испытания, которые непосредственно в русском нельзя, они немножечко не состыковываются, потому что мы тяжелые, вообще грузные. Соответственно, это для меня будет очень тяжелое испытание. Самое главное – улыбнуться и вперед. Это первый бодибилдер у нас. Ой-ой-ой. Выход на помост. Сальма, какая яркая у тебя мама. Давай подержим ее. Аиша, вперед! Волнуется Аиша, сильно волнуется. Какие внушительные размеры и ширина плеч у нашей атлетки. Да и не только плеч. Первый шаг, он самый главный. Говорят, бодибилдерши громко падают, и после них много брызг. Тут два варианта. Либо мы это увидим, либо не увидим. Посмотрим. Я верю, я верю, что наша атлетка готова. Мне, на самом деле, тоже хочется, чтобы как можно больше представителей прекрасного пола прошли в полуфинал. Именно так. Потому что это будет очень интересная схватка. Это разбавляет. Это показывает, что есть у нас в России действительно женщины, которые могут состязаться с мужчинами, с атлетами, с профессионалами на этой самой сложной спортивной трассе на шоу «Русский ниндзи». Как сейчас неорганично выглядит такое взволнованное, даже, я бы сказал, испуганное лицо. И такая мощная. Подожди, подожди, прыжок! Ай, ты здесь! До этого взорки увидели на первом испытании. Очень обидно за нашу спортсменку. Она очень старалась. Та самая пятая ступень, которая многих атлетов останавливала здесь. Увы, ах! Почему не срослось? Я вообще испугалась, честное слово. Нервы? Да, я просто вообще боюсь воды. И когда я вижу воду, это просто для меня все катастрофа. Видите, вы бросили вызов себе, и вы уже здесь. Это победа! Да, спасибо. Аиша, красотка, не расстраивайся. Вперед! Дочь фантастическая у вас. Аиша Гайнулин завершает свое путешествие по шоу «Русский ниндзя» на первом испытании отборочного тура. Да уж, до меня дойти не получилось. Надеюсь, дойдешь хотя бы до Арнольда Шварценеггера. Хотя бы. У нас сегодня уже был рекордсмен России, а сейчас на старт выйдет рекордсмен Гиннесса. Причем трижды. Аарон Веробян. Занимаюсь спортом, направление стрейт-воркаут. Это турники, брусья. И еще я рекорды устанавливаю внутри этого спорта. В 2018 году я стал рекордсмен Гиннессом. Я сделал в одном пальце отжимание за минуту 61 повторения. Потом второе уже отжимание на брусья с весом, с утяжелителями. Где-то 100 фунтов. Третий рекорд. Двумя руками, в двух пальцах отжимание. Человек, если хочет тоже стать рекордсменом, это ко мне. Аарон может отжаться на двух пальцах. Какая большая разница? Кто-то с двумя пальцами курит, а кто-то отжимается. Хочется стать седьмой блендой. Я сейчас представляю, как будто я прохожу жизненные препятствия. Мне надо все это пройти, сам себе спасти. Ну что ж, трехкратный рекордсмен Гиннесса. Господи, как хорош. Представляешь, а я его знаю. А, да? Все куплено, все куплено. Не потому, что я слежу за спортом, рекордом Гиннесса и так далее. Не подумайте, я нормальный. А потому, что мы просто встречались в тренажерном зале. Ты ходишь в тренажерный зал? Блин. Вот это открытие. А что ты там делаешь вообще? Да так, смотрю на мужиков. А, нет, подожди. Я хожу туда клеить девочек. Ищешь вдохновение для своих песен, наверное. Ну что, крепкий парень. Судя по всему, он там много времени проводит. Давай, давай, красавчик! И крепкий пальц у него. Поэтому я не думаю, что вызовет затруднение у него второе препятствие. Почему-то он не торопится здесь. Давай! Шикарно! Шикарно! Итак, дрожащие камни. Ни один мускул не дрожит на лице у Аарона. Все получится! Все получится! Все получится! Ну что ж, первый шаг самый важный. Хорошо, хотя немного теряет баланс. Я думаю, если бы камни можно было проходить на двух пальцах, ему было бы гораздо легче. Но, к сожалению, только ногами. Молодец, молодец! Я вижу все его кубики. Все, абсолютно все. Сейчас самый длинный шаг предстоит Аарну. Он это понимает, смотрит, оценивает. Главное – хорошо поставить стопу. Опускает немного корпус, сгибает ноги в коленях, опускает центр тяжести ниже. Переносит все это на правую ногу сейчас. Хорошо. Хорошо, сейчас будет переставлять левую ногу сразу на следующий камень. Правильно. Правильно он поставил его слишком близко к краю. Хорошо. Как же тяжело наблюдать за участниками, когда они так дрожат. Вот-вот упадут. Молодец, Аарна! Половит дистанции позади. Радуется победно. Руки свои поднимает очередной раз, показывая свои внушительные бицепсы. Или не внушительные. Ты видел его бицепсы уже вживую. Интересно посмотреть на его пальцы. Настолько ли они накачаны. Слушай, ну трижды рекордсмен Гиннеса. Итак, качели. Качели, до которых нужно еще допрыгнуть. Смотри, сам себя настраивает. Настраивает. Такой дыхательный какая-то практика. Сейчас стоит на месте. Разбег! Есть! Есть! Как же он боялся этого первого прыжка. Сейчас главное перескочить. Еще расслабляться ни в коем случае нельзя. Есть! Слушай, у вас хороший тренажеризм. Готовить неплохих атлетов. Я так тебе скажу. Продолжай в него ходить. Может быть, что-то получится. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И здесь, в следующий раз, я побегу. Здесь главное не окунуться в воду. Поэтому лучше цепляться предплечьями, как ему подсказывает наша всегда радостная, доброжелательная публика. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо, хорошо. Пролез, пролез. Можно немного передохнуть, перевести дух. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще не спешит. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, первый прыжок. Хорошо. Я думаю, что здесь он спешить не будет. У него явно хорошо. Здесь не спешите, ручки могут очень подустать. Слушай, ну у него явно очень хорошо разве верхний плечевой пояс. Смотри, у него большие руки, которые он уже не раз демонстрировал нашей публике. Хорошо, хорошо. Он каждый раз перехватывает двумя руками. Опять же, он не самого высокого роста, поэтому размах рук у него не самый широкий. Но сила в них есть, есть сила. Он уже на второй половине дистанции. Держись, Аарон, мы ждем тебя здесь. Хорошо, видишь, не разгибает руки в локтях, тем самым удерживая себя на весу и облегчая себе задачу. Есть. Почти вся дистанция пройдена, но надо приблизиться к краю, к краю обезьяньевого парка, чтобы сделать качественный и безопасный соскок. 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 Давай, Аарон, ты смотришь! О, блин, соскочил. Есть, соскок. Аарон, мы тебя ждем на вершине. Три попытки у тебя. Забирайся сюда наверх. Разбег! Есть! С первой попытки. Медленно, но верно добрался Аарон до нашей красной кнопки. Поздравляем тебя, Аарон. Кому передашь привет? Семью. Первоначально. Моему народу, армянам. Я всех люблю. Моему девушку тоже привет. Спасибо, Аарон, спасибо. Это заявка на полуфинал, Аарон. Аарон, друзья! А следующая участница может быть вам хорошо знакома. Ведь это Анастасия Тухмачева, также известная как блогер Настя Туки-Тук. Настя занимается бегом, участвует в триатлонах и пробежала не один марафон. Ладно, извините, я просто довольно хорошо ее знаю. Анастасия Тухмачева, Москва! Я достаточно известный человек в спортивном сообществе. Я здесь не просто так. Хотелось бы победить, но вот эта изящная женская цена мне, наверное, этого не дала сделать. Даже если не получится, ты попробуешь. А вдруг там тебя кто-то увидит, какой-то новый спонсор скажет. О, вы так красиво падаете, давайте будете у нас красиво падать там, не знаю, где-нибудь. Может, ведущий потом возьмут. Настя у меня снималась однажды в клипах, вот так я лучше ее помню. То есть лица ты особо не запомнил? Да нет, ты что? Решила размяться лишний раз. Ну что ж, почему бы и нет? Да не размяться, а показать себя. Ведь именно для этого Анастасия пришла на это шоу. Давайте наслаждаться зрелищем, Анастасия. Сейчас уже сделает свой первый прыжок. Что ж, смотрим. Есть! Самое главное она уже сделала. Она уже показала себя со всех сторон, во всей красе, на телевидении. В принципе, что будет дальше, я думаю, ей не важно. Погоди, погоди. Сейчас второй прыжок. Первая ступень отошла. Смотри, она прям боится уже. Ну что ж, мы уже многое повидали на нашем шоу. Смотрим на Анастасию. Есть! Едва-едва цепляется носками своих кроссовок. Я хотел бы заметить то, что это, по-моему, первая участница с распущенными волосами. Поэтому она, наверное, даже не надеется, что дойдет до сетки. Понимаешь? Прыжок! Держись! Хорошо! Она удержалась, друзья! Есть! Пятая ступень покорена! Хорошо! Косые ступени уже позади. И вот она на платформе. Сейчас нужно обнимать бочку и катиться, катиться, лететь на ней. Отдалкивайся и прыгай! Давай, 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 держись! Посмотрим, как это удастся. Насколько сильные пальцы у Анастасии. У нее сильные пальцы? Слушай, ну, однажды она держала за яйца очень известного мужчину, популярного. Поэтому я думал, у нее цепкие пальцы. Но, увы, видимо, мужчин держать легче, чем бочки. Настя, русалочка наша! Почему он не получилось? Ну, руки очень слабые. Ну, ты бы представила, представила бы, что это мужчина. Я бы представила его, просто плохо представляла. Найс! Давайте аплодисменты нашей красивой участнице! Ну, подписывайтесь хотя бы на ее инстаграм, сделайте, девочки, приятно. На этом же этапе с дистанции сошли еще несколько атлетов. Свой полет на бочке не завершила скалолаз Кристина Зуева. Нет! И предприниматель Евгений Жилкин. Рост у него достаточно высокий. А значит, проблем с несколькими испытаниями быть не дал. Почему я это делаю опять? Почему? С бочечки! Как только я говорю, что проблем быть не должно, тут же получаются проблемы, а наша бочка стала ложкой дегтя в его прохождении сегодняшнего отборочного тура. Напомню, что если отборочную трассу продут меньше десяти атлетов, то на полуфинал будут претендовать даже те, кто не добрался до заветной кнопки. Русский ниндзя – это не просто шоу. Это целое спортивное движение. И Виталий Потапов является кумиром для этого сообщества. Он один из лучших и тренирует остальных участников. Я профессионально бегаю в гонке с препятствиями и тренирую людей, и готовлю к этим же гонкам. Учу их лазить, и взрослых, и детей. Я участвовал в первом сезоне, а второй сезон дошел дальше всех, но там просто не хватило сил. Ну, типа, лучше всех выступил. В двух сезонах, в которых он участвовал, в проекте «Русский ниндзя» он доходил до финала. Сейчас Виталию придется подтвердить, что он лучший. Конечно, хочется стать одним ниндзем, но ответственность, наверное, за прошлые победы очень сильно дает, потому что начинаешь трассовать, и очень тяжело. Виталий Потапов, Москва! Болеем за Виталия! Вперед, Виталий! Этот человек на таком опыте сейчас проходит нашу полосу препятствий, и мы желаем ему успеха и показать всем тем людям, которые верят и смотрят на него снизу вверх. Да, потому что если упадет очень рано, то вряд ли кто-то придет к нему на тренировки, конечно. А по законам подлости все так и должно быть. Я верю, смотри, как устоит. Да нет, он реально тренер. Этот человек знает, что он делает. А пару лет вы видели? Между прочим, в прошлом он звук сезона! Я даже не успел договорить то, что я хотел сказать. Что произошло? Виталий, что произошло? Ну, как красиво вы это сделали, Виталий. Я старался. И нам понравилось, да, друзья? Сегодняшняя трасса доказывает, что она одна из самых сложных, потому что этот опытнейший спортсмен выбыл на четвертом испытании отборочного тура. Подумать только. Сейчас на старт выходит Анастасия Ларина. И она жена, только что упавшего в воду Виталия Потапова. Удастся ли ей пройти дальше, чем ее муж? Я пришла на проект «Русский ниндзя», потому что хотелось выяснить с мужем, кто из нас сильней. Виталий не просто муж, а еще и тренер Анастасии. Я очень горжусь своим мужем. И, в принципе, это, мне кажется, лучший спортсмен, которого я знаю. Они, между прочим, с мужем познакомились на прошлом сезоне «Русского ниндзя». Виталий, за кого переживали больше, за себя или за нее? За Настю, конечно. За Настеньку, правильно. Настя, вперед! Мальчикам проходить все препятствия легче, потому что они заведомо сильнее. Ну, и мы тоже можем. Даже такие маленькие, как я. Очень хочется пройти трассу до конца. Ну, давай. Напоминаю, что Виталий не прошел этап качели. Он не допрыгнул до первой перекладины. Слушай, надеюсь, тренирует он лучше, чем проходит. Сейчас посмотрим, докажет ли это Анастасия. Максимально собрана Анастасия. Сейчас проходит первое испытание. Косые ступени. Косые ступени уже позади. И вот она на платформе. Красотка! Оценивает свои силы. Думает о том, каким именно хватом она будет цепляться за бочку. Надо очень цепко и нежно ее обнять. Главное, чтобы муж не ревновал. Толкни ее! Хорошо! Молодец! Тем временем Анастасия вступает на первый из дрожащих камней. Она решила проходить их медленно, не спеша. Не дрожа. Помнечка! Ее муж, напомню, пробежал по ним за долю секунды. По-моему, пронесся, как ураган. Давай, 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 милая, давай. Анастасия, не торопясь, доходит до второй половины дистанции. Еще несколько камней, буквально три шага отделяет ее от платформы. Она не рискует. Слушай, ну молодец, Анастасия! Анастасия! Красотка! Красотка! Анастасия уже повторила результат своего мужа. Посмотрим, может, она специально сейчас не допрыгнет, чтобы не расстроить его. Отлично! Не летает, но вторую нечего себе. Молодец, молодец. Хорошо подготовил свою жену и подопечную Виталий Потапов. Лучше, чем себя. Выше, Слава! Анастасия, всего лишь два препятствия перед тобой, заветной красной кнопкой. Первая из них – обезьянный парк. Настя, вперед! Какая сильная женщина! Она решила подставлять одну руку к другой, то есть не переносить заднюю руку вперед сразу же. Она уже на второй половине дистанции. Ты посмотри, что делает! Не понял, такого я еще не видел. Хорошая техника. Она даже не перебирает руки, она просто как... Анастасия успевает еще... Изгибается, смотри как! Да, она каждый раз разворачивает корпус, и вот она уже в самом конце дистанции, совсем чуть-чуть остается. Да ладно! Нужно только попасть на одной руке! Повисает и заскакивает! Посмотрите на эту собранность в лице, уверенность в глазах, спокойствие тоже я вижу. Разбег! На этой попытке! Есть! Есть! Да! Да! Умничка, Настя! Это было прекрасное выступление! Ты превзошла своего учителя! Как ты себя ощущаешь? Очень странно. Я вас люблю очень сильно, спасибо. Кто бы мог подумать, что такая хрупкая девушка утрёт нос всем этим парням. Пока только четыре человека добрались до нашей кнопочки. И если ничего не изменится, то в полуфинал попадут и те, кто смог пройти по отборочной полосе препятствий как можно дальше. А как далеко сможет добежать наш следующий атлет, бывший спасатель? Андрей Смонов, Симферополь. Я офицер в запасе, старший лейтенант в МЧС России был. Я всё больше и больше приходил к решению, потому что надо увольняться из МЧС. Уволился и пошёл. Блогерство. Всё в формате развлекательном, спортивном. Я это делал так. Искренне, от души. Да, я офицер-запасер тиктокер. Люди ещё обязательно скажут, что бездельник, который ничего не хочет делать и только получать деньги. Да, я такой. Всё. Тиктокеры в моём представлении выглядят немного иначе. Но у меня, к сожалению, тиктока нет. Или к счастью, поэтому я не знаю. У меня тоже. Андрей готов. Стоит на стартовой площадке и ждёт начального сигнала. Сигнал дан. Теперь можно начинать своё восхождение на нашу малую гору. Но прежде его ждёт пять сложнейших испытаний. Первое не вызвало больших затруднений на пути. У Андрея есть вот эта раскрепощённость. Ну, у блогеров всегда есть эта полулыбка на лице. Иногда даже немного глуповатая. Да, уж. Вырежьте это. Хорошо. Уверенно проходит. Уверенно. Я надеюсь, он там тоже снимает тиктоки без футболки. Между прочим, Андрей 10 лет был военным МЧС. Вот так вот. Решил уйти. Добровольно уйти на пенсию со службой. Давай, давай. Давай, я верю. Такие тиктокеры нам нужны с таким жизненным опытом, которые могут им делиться, чему-то научить своих фолловеров. Правильно я говорю? Молодец. Я надеюсь, он там не снимает тупые челленджи. Шаг, 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 шаг. Шаг, шаг. Молодец. Красавчик. Просто превосходно. О-о-о. Вот это прыжок был. Хорошо. Уверенно проходит. Уверенно. В отличной физической форме, надо отметить, находится Андрей. Сейчас достаточно низко. Он свисает над водой. Ай! Нет, сейчас было опасно. Давай, Андрей, умница! Давай, давай, мы тебя ждем. Хорошо. Полежи, ничего не торопись. Без понтов никуда. Не забывай. Нужна же вырезка, где он будет просто лежать на телевидении. Голый по торсу. Да-да, конечно. Идет по пятому испытанию. Половину дистанции проходит. На самую сложную часть обезьяньего парка сейчас переходит Андрей. Что-то мне подсказывает, что никаких проблем у него не возникнет с этим. Ну, то, как уверен, он до сих пор проходил, наверное, да. Но я уже боюсь загадывать. Сколько раз я думал, что вот-вот участник уже завершен. Так, Зарик перехватывает, перехватывает. Нет. Решил не... Немного усложнился на всю жизнь. Но он это сделал специально, чтобы... Что, он сразу будет прыгать? Да! Отлично! Да, да, прошел! Андрей, мы тебя ждем. У тебя три попытки. Не спеши. Ты, скорее всего, уже будешь в десятке, если просто заберешься наверху! Ай, чуть-чуть. Нет, не берешься. Не спеши, не спеши. Соберись. Срываться здесь нельзя. Выдохни, успокойся. И... Так, я очень хочу, чтобы на этой горе Алишер сказал ему «Привет, Андрей!» Так, стоп. Вот сейчас нужно взять паузу подольше. Выдохни. Нормально, размеренно, спокойно. Покажи этой семье. Пошел, 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 пошел! Ой, как... Как обидно, так драматично. Мне нравится, когда наши участники забираются с третьей попытки. Это мега драматично. Но, увы, не в этот раз. И Андрей Шмонов, не добравшись до красной кнопки, уходит. Эх, но зато его тикток пополнится одним грустненьким видеороликом. Мы продолжаем. И про следующего участника есть три удивительных факта. Он сидел в американской тюрьме. В Америку я попал по обмену студентам. Ездил три раза и на третий год остался. Потом переехал в Нью-Йорк. Был ипотечный кризис, 2009 год. Работы не было. Ничем другим я не нашел лучше заниматься, чем криминальная направленность. Мне криминировали четыре статьи. И максимальный срок я должен был получить 80 лет. Но все сложилось самым наилучшим образом. И мне всего дали два года. И у меня получилось 16 месяцев. Спорт меня выручал всю жизнь. И даже там он меня выручил. Помог мне собраться и не опустить руки. Саша, не нервируй нас с Решером. Мы уже многих здесь видели. Спортсменов, атлетов, которые не добрались к нам сюда. Мы тебя ждем. Браво, Саша! Просто белиссимо! Судя по всему, в американской тюрьме отличные спортзалы. Второе препятствие. Полет на бочке. Ух, долетел. Сейчас он на третьем этапе. Дрожащие камни. Помним, что они коварные и вероломные. Пока что Александр осторожен предельно. Выпад вперед. Сейчас ниже по уровню находится следующий камень, на который нужно встать. Поэтому, опять же, очень осторожен. Низко, низко держит центр тяжистия. Молодец. Баланс! Смотри, как опасно! Просто прошелся, как по минному полю. Так он как с желешкой сейчас трясся просто. Удивительно, что он дошел. Мало, кстати, очень места для разбега. Хочу обратить внимание. Если бы его было много, то это не была бы такой сложной полосой. Отлично! Хороший прыжок. Хорошая набрыжка, даже, я бы так сказал. Видел он ножки, ноги даже поджал, когда подпрыгнул. А потом вниз их втопил. Что он делает? Что происходит? Это какие-то трюки воздушной акробатики. Сейчас показывает Александр нам. Сейчас вроде успокаивает свои нервы. Сейчас нужно перелететь на следующий перекладину. Ты это видел? Он перестарался. Он перестарался явно. Господи, Саша! Саша не знает своих собственных сил! Саша, выбирайся из этой сети. Будь осторожен, потому что ты сейчас повиснешь над самой кромкой воды. Саша, давай, 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 давай! Предплечьями он цепляется, как мы видим, чтобы быть как можно ближе к сетке. Александр восстанавливает дыхание, делает глубокие вдохи и выдохи. Нет, решил не торопиться все-таки. Посмотрим. Нужно немножко раскачиваться тоже, чтобы переносить, потому что расстояние между этими ухватами достаточно внушительное. Перебирается на вторую половину обезьяньевого парка. Решил маленькими шажочками все-таки действовать. Медленно, но верно. Посмотрите, руки уже устают. Сейчас бицепсы уже... Нет, все еще держат, все еще держат. Смотри, все еще держат. Молодец. Саша решил не использовать. А, нет, все-таки использовал. Третий штырь, который торчал в самом конце. Сейчас соскок. Есть! У нас соскочил. Есть! Александр Киреев. Перед ним только Малая гора. Саша, давай! У тебя получится! Давайте шубу дадим, друзья! Заряжайте энергией от зрителей. И... Саша! И... Саша! И... И... Да! Получилось! Супер, супер! Поздравляем тебя, Саша! Поздравляем! Отлично! А у меня есть любимая девушка, меня зовут Полина. Мы сейчас с вами вот так делаем руку, вот так, и машем в камеру. Во, сюда. Полина, привет! Я тебя люблю! Вот тебя люблю. Что же интересно это могло бы значить? Главные слова своему главному человеку ты сказал, мы тебе говорим. Ты, скорее всего, в полуфинале. Молодец. Александр Киреев становится еще одним претендентом на полуфинал. А я до сих пор думаю, что это такое. У меня не гнутся так пальцами. Александр Киреев на данный момент показал второй лучший результат по времени после Валентина Четверкина. А значит, у Александра есть шанс попасть в гонку лидеров и побороться за прямой выход в финал. Отборочный этап готов пройти Игорь Ирхин, которого смело можно назвать мастером на все руки, ведь он освоил больше 25 профессий. Наша семья была неблагополучная, считается, и мне нужны были деньги, я начал заниматься рыбалкой. Мне нужно было еще больше денег. Начал работать сначала с мраморными плитами, устанавливать их на кладбище. Был бетонщик, арматурщик, кровищик. Постепенно освоил профессию фитнес-тренера и тренера по растяжке. Многие в моей станице и в городочке небольшом думали, что я никуда не прорвусь, ничего не смогу, ничего не сделаю. Никто в меня не верил, все думали, что я там и останусь. Ну, здравствуйте, приехали. Я на телеканал. Игорь Ирхин, Москва. Косые ступени. Мне кажется, пройдет без труда. Он в хорошей физической форме, это сразу видно, у него хороший вкус, это сразу видно по его шортам. Да-а-а! Давай дальше! Так. Разворачивает нашу бочку, пытается подобрать удобный хват. Как жалко! Ты расстроен, скажи? Да. Ну, не расстраивайся. Такой веселый, такой поздний. Не мочи меня! Я останусь. В отдых процедуру не удалось избежать и другим участникам. На препятствии дрожащей камни случайно нажал кнопку «Делит» программист из Воронежа Владислав Полосухин. Смотри, вообще даже не думая, просто... О-о-о! Эта же участь постигла инженера медицинского оборудования из Санкт-Петербурга Дмитрия Тарасова. Ой-ой-ой, опасно! Чуть-чуть, не так же так! Как же так! А потом за ними последовал озеленитель из Москвы Григорий Скурихин. О-о-о! Но на этом полоса невезения для наших атлетов не закончилась. На четвертом препятствии сошел с дистанции Артем Воробьев из Санкт-Петербурга. Военный пенсионер Алексей Костюков. Таким пенсионером хотел бы быть и я. Но не скоро, конечно. О-о-о! Срывается со второй качелей! И к нашему большому удивлению, акробат из Москвы Жаслан Бигбаев тоже не справился с качелями. О-о-о! Как обидно! А ведь он акробат, и вроде бы его стихия. Но нет, не в этот раз. Осталось всего три участника. И каждому из них, чтобы попасть в полуфинал, нужно просто забраться и нажать на вот эту вот кнопочку. Неважно, за какое время. Потому что на данный момент всего пять спортсменов смогли справиться с этой задачей. Как в рамках проекта «Русские ниндзя» проходить испытания и оставаться красивой? Лаборатория «Либридерм» разработала гиалуроновые кремы «Экорефил» для чувствительной, сухой и жирной кожи. Просто подбери гиалуроновый крем «Экорефил» и «Либридерм» для своего типа кожи. И будь красивой всегда! А следующий наш герой, Алексей Савкин, занимается скалолазанием. И на выигранные деньги хочет на полгода уехать в горы. У меня на самом деле перед глазами нет вот этого именно, который денежный приз. Все, я бегу там за этим мешком с деньгами. Главное, не деньги. Я занимаюсь скалолазанием, работаю тренером по скалолазанию. В общем, вся моя жизнь посещена скалолазанием. Русский ниндзя. Очень похож на скалолазы. Алексей Савкин, Санкт-Петербург. Ну что ж, Алексей уже готов. Сейчас снимает лишнюю одежду. Оставляет только самое необходимое. Это лосины или штары. Пингвинами! Я люблю экспериментировать со своей внешностью. Как минимум, одно дело уже готово. Это моя сила, вся сила в волосах. Я нажму на эту кнопку. Старт дан. Первый прыжок, и он на нашей трассе. Обратно дороги нет. Либо вперед, либо вниз. Только так. У нас все строго. Хорошо. Уверенно проходит первый этап. Кассые ступени позади. Сейчас нужно крепко обхватить нашу бочку и совершить этот короткий полет. А я все это время смотрю на его дреды. Такие классные. Да! Да! Ты встречаешь людей по волосам? Встречаю по одежке, как и все мы. Ну тогда жди эти штаны с пингвинами здесь, на вершине горы. Хорошо. На третьем этапе сейчас дрожащие камни под ногами. Давай, Алексей, вперед! Мне вот интересно, по скалам лазить с такими дредами вообще удобно? Дрожащие... Дреды. Да, дрожащие дреды. Дрожащие камни под ногами у Алексея. Хорошо, Алексей завершает. Третий этап находится ровно посередине дистанции. Половина позади. Меньше минуты, между прочим, ему потребовалось, чтобы пройти три испытания. Сейчас будет разбег, прыжок, есть! Сняется с кончиками пальцев. Прямо от души в этот батут влетел. Хорошо, у меня дыхание немного перехватывает каждый раз, когда наши участники совершают этот прыжок с батута, потому что столько фееричных падений в воду мы уже видели сегодня. Но не сейчас. Алексей уверенно движется вперед. Так, футболочка предательски свисает, ты посмотри. Выше, выше, футболочка, футболочка! Выше, кричат зрители, выше. Предплечили, предплечили цепляются за сеть. Смотри, он хочет выиграть в проекте «Русские ниндзя», стать национальным героем и на полгода исчезнуть с радаров. Нормальный план. Да, отличный. У меня, в принципе, похожий план, да. Как-то легко проходит транс у Алексея. Успевает даже почесать голову. Причем делает это вдали от трибунта и сделает это исключительно для нас с тобой, Алишер. Такой жест. Показать, как же легко ему дается это испытание. Вообще не напрягается. Соскок можно уже совершать. Малая гора перед ним. Три попытки. Две минуты 25 секунд прошло. Если берется первой попытки, то это серьезная заявка на то, чтобы быть... Он берет! Да! Сейчас он нажмет на красную кнопку. Второй результат за сегодня. Алоха! Привет, Алексей! Рады тебя видеть. Будем надеяться, что все остальные упадут. Да, да, конечно, так и будем. Во, наконец-то! Что ты хочешь сказать? Желаю там всем моим соперникам, блин, удачи. Добрый, Алишер. Что ты хочешь пожелать своим соперникам? Ну, можете бежать, но не надо. Вот. А мне просто повезло. Вот. Я уверен, это не только везение. Ты прекрасно готов к этой трассе. Спасибо! Алексей Савкин показывает второй результат. А значит, становится претендентом на гонку лидеров. И если выиграет, попадает сразу в финал. На трассу готов выйти Артур Зуев. Артур увлекается серфингом. И даже какое-то время жил на Бали. Но, к сожалению, поймать волну здесь не получится. А вот создать ее своей тушкой, упавшей в бассейн, легко. Серфинг случайно получился. Мы поехали с друзьями отдыхать. А началась корона. Мы там застряли. И я начал серфить. Это была моя давняя маленькая мечта, которая воплотилась. Для меня русский ниндзи – это как возвращение в детство. Вновь почувствовать вот эти эмоции. Попрыгать, снова полазить. И интересно, что из этого выйдет. Пока Артур продолжает свое движение. И не торопится, каждый хочет потрогать, а? Нет, что вы. Это минута славы. Нет, надеюсь, это не минута. Надеюсь, минута. Две с половиной, три минуты, за которой он как раз успеет добраться до заветной кнопки на самой сложной трассе в мире. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Артур, давай, вперед! Прыжок. Мы тебя обязательно поддерживаем. Хотим видеть тебя здесь. Три ступени позади. Четвертая. Самая сложная, пятая. Находится выше по уровню, напоминаю. Поэтому нередко у участников вызывает некоторые проблемы. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж. Есть к чему порадоваться. Но это точно не проблема для Артура. А вот бочка, сейчас посмотрим. Пережить это падение в середине ему удается успешно. И вот он здесь, как у любого серфера, на мой взгляд. Больших проблем здесь быть не должно. Все-таки чувство баланса, равновесие, вестибулярный аппарат. Все должно работать идеально, чтобы стоять на доске на волне. Как ты думаешь? Знаешь, пытался я однажды серфить. И понял в итоге, что лучше буду ведущим на СТС. Не мое. Очень, кстати, энергозатратное занятие. Ну конечно, быть ведущим на СТС намного легче, чем серфить. А вот поспорил бы на самом деле. Ну что ж, не торопится сейчас Артур и правильно делает. Совсем недавно мы видели участников, которые пытались максимально быстро пробежать, промчаться по этой трассе. Но это коварство этих камней дает о себе знать. Ты молодец, давай, осталось немного. Один из самых трудных шагов сейчас делает Артур, делает успешно. Есть! Ай, красавчик! Половина дистанции позади. Сейчас будет разбег и прыжок, чтобы достать до первой перекладины. Смотри, он такая шпала, что мне кажется, допрыгнет очень легко. Попросили его с трибун снять футболку, чтобы она не коснулась воды, когда он будет проходить следующее препятствие. И прыжок! Есть! Зацепился! Опасно было, опасно было. Ну что ж, качели. Сейчас главное хорошо раскачаться. Но не перекачаться. Хорошо! Впереди сеточка. Половина дистанции позади. Здесь достаточно длиннющие руки ему позволяют легко это преодолеть. Несложно, несложно, да, ухватился. Сейчас не слишком провисать надо под сети, потому что вода очень близко находится. Как опасно, друзья, как опасно, господи. У нас коварство есть в каждом препятствии нашего русских ниндзя. Заретели прямо визжат, потому что, ну, мало-мало кому удавалось дойти до обезьяньевого парка. Я уже даже забыл, как это называется, потому что все у нас что-то падают и падают. Хотим видеть здесь самых достойных участников нашего шоу. И Артур уверенно движется к этой цели. Так, впереди палки, которые нужно вставить в дырки. В принципе, Артур выглядит как молодой человек, который умеет это делать. По его хорошей физической форме он не должен испытать больших проблем. Тем не менее, здесь нужно перенести... Перенести вверх! Аааа, срывай! Хотел сказать я! Увы, увы. И ах, Артур решил создать волну и рухнуть вниз на пятом предпоследнем испытании на нашей трассе. Мы очень-то тебя болели. Ой, спасибо большое, ребят. Вы классные, спасибо, что болели. АПЛОДИСМЕНТЫ Всего шесть спортсменов преодолели всю трассу и нажали на кнопку. Поэтому те, кто не покорил Малую гору, но показал хорошее время, тоже получат билет в полуфинал. Последний участник на сегодня. Нужно просто добраться до кнопки! Знаете, почему я стою здесь? Потому что хочу заработать бабок. А если вы хотите бабок, я знаю, где они лежат. На бесплатной кредитке 100 дней без процентов от Альфа-банка. Оформим онлайн за пару минут. Русский ниндзя на СТС. Последний участник на сегодня. Нужно просто добраться до кнопки! Уже на трассе ждет стартов Елена Канаева в Санкт-Петербург. Ну, немного чувствую такой мандраж, так как я выступаю последняя. Ой, большие надежды у меня, конечно. Елена занимается сделками с недвижимостью, но, несмотря на это, старается вести максимально подвижный образ жизни. Елена всего год занимается спортом, поэтому лично мне крайне любопытно, какой результат она покажет. Ну, последний год я занимаюсь гонками с препятствиями. До этого занималась спортивной гимнастикой. Думала, что какие-то только самые там высоко уровневые атлеты сюда попадают. А простые люди, которые занимаются для себя, ну, думала, что не могут попасть. Давайте поддержим нашу участницу, друзья! Лена обладает не только шикарного тела, но и шикарного мужа. Как болеет, как поддерживает! Давай, Лена! Предельно сосредоточена, готова. У нее все шансы попасть в полуфинал, если она просто доберется до... Просто доберется до... Нифига себе я сказал, просто доберется до кнопки. Да ты просто, что здесь не просто. Простая вещь. И к тому, что можно не торопиться отдыхать. Есть! Да! Да, умница! Да! Ой, на каточке жалко. Ну что ж, у Женя ни одного участника останавливала эта бочка. Хорошо похватила, хорошо похватила. Ай, на грани сейчас было. Было, было красавием воды? Нет? Не было, ничего не было. Радуется, молодец. Надо радоваться даже маленьким победам. Но сейчас третий этап. Те самые дрожащие камни, которые наводят шороху среди наших участников. Они уже стали легендарными. Давай! 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 Елена проходит третий этап. Сейчас дрожащие камни. Елена, держись, держись. Пожалуйста, держись. Я хочу подольше, чтобы это было. Еленочка, держись, милая. Хорошо, хорошо. Елена очень сосредоточенно действует сейчас. Прыжок, и она проходит половину дистанции. Ай, умничка! Ну что ж, сложнейшие, сложнейшие качели, которые уже были таким основным главным бичом. На самом деле, я видел все участники, которые хорошенько напрыгивают на батут. Они хорошо отталкиваются от него. Да, здесь, конечно, нужен отличный толчок. Посмотрим, как она сделала. Давайте поддержим. Хорошая напрыжка. Отлично, уверена. Просто слов нет. Уверена. Елена движется вперед хорошо. Нужно раскачаться. Всего один год она в ниндзя-спорте. А какие результаты? Какие успехи? Она уже прошла дальше, чем заслуженный тренер ниндзя-спорта. Действительно. Виталий Потапов, который уже был здесь. Виталя, задумайся. Всего лишь год. А какие успехи? Ой, опасно. Ай, выше, выше. Выше, 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 милая. Выше, 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 выше. Ну что ж, предпоследний этап. Обезьянник парк. Не торопись, времени много. Если ты дойдешь... Время не важно. ...ты уже в полуфинале. Дадим ей возможность сосредоточиться. Сейчас многое зависит от того, как четко она будет все исполнять. Слушай, она станет перепрыгивать, нет? Нет. Сразу оттуда, да, на мат? Она использует сейчас динамику своих раскачиваний, чтобы переставлять руки, чтобы ближе была рука. Ты смотри, посмотри, как ловко. Не, очень хорошо. Как настоящая обезьяна в парке. Как будто далеко не первый раз она проходит эту полосу. Тоже использует технику такого разворота корпуса, да? Разворота, да. Ой-ой-ой, повисло. Повисло напряжение и Елена. Ой, хорошо! Все, разбег. Давай, Елен, мы за тебя болеем, поддерживаем. Нам нужны люди здесь. У нас столько эмоций, столько вопросов. Елена, да! Ай, чуть-чуть, блин. Так мало ей не хватило. Сейчас главное выдохнуть, проанализировать свои ошибки и покорить эту гору, блин. Итак, она разбегается! Есть разбег! Я заплачу, я так хочу, чтобы она победила. Давай, Еленочка. Нужно собраться, собраться. Соберись, отдохни. Третья попытка – это та попытка, которая определяет истинных чемпионов. Давай, Елена, давай! Да, почти! Блин! Я видел эти ноготочки розовые. Какое же это разочарование для нас с Элишером, которые хотели видеть здесь эту прекрасную девушку на вершине вместе с нами, вместе с другими чемпионами, сегодняшними чемпионами отборочного тура. Но у Елены еще есть шанс пройти в полуфинал. Кстати, да! Кстати, да! И очень большой! У нас не набралась десятка тех, которые добрались до красной кнопки. Сейчас все решит время. Итак, шесть атлетов сегодня взобрались на Малую Гору. А четыре спортсмена были максимально близки к финишу трассы и тоже проходят в полуфинал. Итак, нас ждет одно из самых зрелищных испытаний проекта «Русский ниндзя». Один из полуфиналистов может стать финалистом досрочно. Ведь нас ждет специальный этап под названием «Гонка лидеров». Объясню правила. Участники стартуют по сигналу и проходят одинаковые трассы. Они заканчиваются кнопкой. Кто первый активирует звуковой сигнал, тот и выиграет гонку лидеров. Шанс проскочить в полуфинал получат лидеры отборочного тура. Цирковой артист Валентин Четверкин и скалолаз Алексей Савкин. Наши лидеры уже готовятся к дуэли. Кто победит? Алексей из Санкт-Петербурга или Валентин из Москвы? Стоит напомнить, Валентин забрался на Малую Гору всего за 2 минуты 19 секунд. И сделал это со второй попытки. Но, тем не менее, показал лучший результат. Соперник у меня очень сильный. Он скалолаз. Я вообще их уважаю и побаиваюсь. Особенно на таких гонках. У них сильные руки. Но у меня тоже сильные руки. Я акробат. Мы в основном работаем руками и корпусом. Поэтому, чем больше будет рукоходов, тем лучше. Валентин. Вот, очень сильный акробат. Я прям жду зарубы с ним. Поединок за выход в финал. Гонка лидеров. Прямо сейчас. Алексей настроен максимально на битву. Опа, смотри. Неужели уважение будет? Да, и побежали. Полетели Рома одновременно. В отличной физической форме. Ова. Сейчас замешкался Алексей немного где-то посередине. Но одновременно они хватаются за канат. Сейчас перебираются на кольца. Смотри, как движется Валентин. Начинает обережать кольца. Полностью, почти полностью идентично. Они прям синхронно идут. Ты смотри. Господи, давайте. Одновременно перехватились за эти ухваты. Сейчас доберутся до кольца. Алексей начинает замедляться. А Валентин ускоряться. Он чуть-чуть впереди. На 2-3 перекладины буквально. Смотри. На второй половине уже Валентин. Длинными, длинными шагами на этом рукоходе. Валентин действует. Сейчас будет спрыгивать. Есть соскок. И... Смотри, ждет, ждет. Есть. Есть финалист. Победителем гонки лидеров, а значит, финалистом нашего шоу становится Валентин Четверкин. Мы стали спускаться вниз по канатику. Прямо сверху туда. Завидуем, завидуем. А что ты завидуешь? Пойдем сейчас. Туда, правда, по лестнице долго подниматься наверх. Но спускаться быстро. Валечка, Валечка, умничка, красавчик. Так, начали вы одновременно, шли ровно. А что потом произошло? Ну, Дима немножко булки расслабил просто. Вот Дима, Леха, Леха скалолазда. Ты понимаешь, что ты прошел напрямую в финал, и тебя не будет на полуфинальной трассе. Ты бы хотел попробовать? Полуфинал? Да. А, нет, спасибо. Тогда аплодисменты. Умничка, поздравляем. Мам, пап, привет. Мам, пап, привет. Прекрасный сын. Поздравляем вас. Ну что ж, Алексей здесь. Алексей, рады тебя здесь видеть снова наверху. Ты готов к полуфиналу? Конечно. Я как раз разогрелся. Все, теперь можно по-мужски начать играть. То, что мы хотели услышать от тебя. Увы, Алексей, ты пришел лишь вторым, но поражение не отправит тебя домой, а всего лишь вернет на этап полуфинала. А вернувшись туда, ты все еще остаешься лидером. И ко всему этому Альфа-банк дарит тебе утешительный подарок. Вот, пожалуйста. Это теперь твое. Спасибо от души. Я и есть Альфа. Вау. Ждем, что ты покажешь нам в полуфинале. Спасибо, Алексей. Я тоже жду. Все. Если доберешься до своей мечты, пиши, звони. Журнал Forbes делает рейтинги самых богатых, самых влиятельных и самых перспективных людей. И в некоторых из них я бывал. Ну а наше шоу готовит самых сильных, самых храбрых и ловких. И девять сегодняшних полуфиналистов в него однозначно входит. Обозглавляет его Валентин Четверкин. Ведь он уже в финале. С собой он может забрать столько троих. Ну или не забрать никого. Все зависит от того, получится ли у атлетов пройти нашу полуфинальную полосу препятствий. А еще сделать это как можно быстрее. На этом этапе мы подготовили следующее препятствие. На первом необходимо ускориться. На втором пересечь бассейн с помощью гигантской бабочки. На третьем забраться вверх на переставном турнике и далее, цепляясь руками за карнизы, оказаться у финального препятствия – дымоход, на вершине которого нужно нажать на кнопку. За временем и за корректностью прохождения полосы будут следить международные судьи из Бельгии. И тот, кто упадет в воду или нарушит правила, сразу покинет наше шоу. Переходим к полуфиналу! И его начнет Дмитрий Питайкин. Он оказался десятым по итогу отбора. Вот что значит борец. Вцепился в проходное место и никому его не отдал. Удалось на тоненькую залететь в полуфинал. Надеюсь, что сейчас с финалом будет поувереннее. Дима здесь, Дима здесь, Дима здесь. Давай, Димочка, вперед. Кровь кипит. Финал очень сильно хочется. Вкус победы, он вообще очень сладок. Ох, это же мой любимчик. Россия! Конечно! Россия! В прошлом член сборной России по греко-римской борьбе выступает первым, что очень сложно. Это очень просто. Но он это заслужил, ведь он прошел отбор хуже всех остальных. Поэтому все честно, все справедливо. Дима, подсобранней! Аккуратно, аккуратно, Дима! Я думаю, он сейчас оценивает свои силы. Понимает, что этот прыжок может очень дорого ему обойтись. Давай, давай, Димочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дает сбой вот этот крепкий борцовский хват. Увы, Дмитрий Питайкин остается без финала. Ну, на последующий давай. Россия! Россия! Дима, почему бабочка от вас улетела? Что-то я, походу, не подружился с бабочкой. Но подружился с нашими болельщиками! Аплодисменты Дмитрию! Ура, борца! Тренер по самбо и дзюдо Дмитрий Москвенков в отборочном туре не смог добраться до кнопки. Но судьба предоставила ему еще один шанс. Сделать это в полуфинале. Дмитрий Москвенков! Москва! Я хочу пройти этот раз, чтобы моя семья в первую очередь меня гордилась, потому что я привез сюда свою маму, своего отца. Мама, Оля, дышать, помним? Помним. Мы волнуемся. Папа, Костя! Да, мы в скорбке, мы прорвемся. Мама плачет, мама переживает. Отец тоже не плачет, но очень переживает. Но, надеюсь, сегодня, если будут слезы, то только следы радости. Тренер – это призвание, как говорят. Посмотрим, что призовет, какие силы призовет себе сегодня Дмитрий при проходе нашей полуфинальной трассы. Молодец, мама, Оля. Первое испытание прошло. Есть, есть! Покорена наша бабочка! Это вашему сыну скандирует Олимпийский стадион в Сочи! Я уверен, все его воспитанники смотрят, смотрят, поддерживают, ждут. Держатся! Да! Сейчас самые-самые подвесные карнизы. Подоконнички. Сейчас раскачается. Как так? Наш эксперт в самбо и дзюдо не смог побороть нашу полуфинальную трассу и уходит домой. Ты знаешь, ты уже победитель. У тебя такая прекрасная семья, такая прекрасная поддержка! Спасибо, спасибо. Провожаем тебя и даже не грустим. Ты умничка. Как вы можете видеть, на улице уже начинает светать. Но мы не можем остановить нашу полуфинальную зарубу, поэтому продолжаем. Для меня был, честно говоря, сюрприз, что я, так же сказать, ворвалась в полуфинал. Лена всего год занимается спортом и уже в полуфинале русские ниндзя. Как это вообще возможно? С парнями очень сложно конкурировать, потому что у них на уровень выше формы, поэтому здесь как бы нужно напрячься будет о-го-го. Ну что ж, Елена уже на старте. Обратный отсчет. Очень мне все-таки хочется, чтобы финал разбавила хотя бы одна представительница прекрасного пола. Безусловно, это будет настоящее достижение для всего российского ниндзя-спорта, я так тебе скажу. Сейчас наверняка будет одно из самых сложных испытаний для, так скажем, людей невысокого роста, потому что нужно очень сильно подпрыгнуть. Ну и для девушек без такой, может быть, базы физической подготовки, потому что лишь год более-менее серьезно Елена занимается спортом. Давай, Леночка, давай, 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 давай. Прыжок! О-о-о-о! О-о-о, нет! Даша зацепилась, но начала скользить вниз по этой бабочке. Ты не имеешь права грустить. Занимаешься спортом всего один год. Это прекрасный результат! Даже фантастический! Не вздумай себя ругать, поняла, милая? Хорошо. Давайте поддержим Лену! Лучшая! Трое участников стартовали, но еще никто не нажал на кнопку. Может, хотя бы четвертый присоединиться к Четверкину. На полуфинальную полосу препятствий готов выйти 29-летний тиктокер Андрей Шмонов. В отборе он в тройку лучших не попал. Самое время это исправить. Хочу покайфовать на снарядиках. Полазить, понаслаждаться аттракционами. Разделю силы на все этапы и выполню, наверное, все. Ну что ж, легко проходит, а в отличной физической форме находится наш участник Андрей Шмонов. Вау, вау! Я уверен, что покорится ему наша перекладина, переставная. И так и происходит. Вот подоконнички, они более коварны, чем эта палочка. Подвесные карнизы. Давай, Андрей, за тикток, за меня, за себя, за всех. Ай, не удержался на подоконнике, Андрей. И финал, к сожалению, пройдет без тиктокеров. Увы и ах. Знаешь что, самое главное для тебя, как для блогера, у тебя был потрясающий, прекрасный контент сегодня. Вот крутой контент. И мы тебя поздравляем! Не расстраиваться, не переживай. Умничка. Андрей Шмонов, друзья! Пока Валентин Четверкин скучает один, на трассу выходит Аарон Веробян. Трехкратный рекордсмен Гиннеса. Очень хочу пройти, прям победить. Можно и в конце установить новый рекорд. Мировой. Аарон, мы ждем от тебя скоростей. Вот, хорошо начинает. Первый этап. Тропа ускорения. Придаёт он это ускорение. Вау, вот это, вот это скорость. Ну что ж, самый сложный. Аарон не очень высокого роста, как можно заметить. Поэтому для него толчок от батута будет решать, получится у него оседлать нашу бабочку или нет. Я думаю, это одно из самых сложных для него именно будет испытание. Именно это. Зацепился! Всего одной рукой. Зацепился. Умничка, молодец. Настоящий боец, Аарон. Уважаем. Если он оседлал бабочку, то пройти турник и карнизы большого труда не составит. Получится у Аарона, как думаешь? Я думаю, да, у него всё получится. Перед нами рекордсмен, сжимается на пальцах, и карнизы должны быть для него вообще как семечки. Но это теория, теория. Напомню, напомню, перед нами... О-о-о! Уже никого перед нами. Увы, теория зачастую расходится с действительностью. И это очередной раз доказывает Аарон Веробян. Ты покорил книгу рекордов Гиннесса, но сегодня не смог покорить нашу трассу русского ниндзя. Приходи к нам ещё. Сто процентов ещё. Буду ждать. Твои глаза синие меня заворожили! До сих пор никто не смог подняться по дымоходу и нажать на кнопку. Делаем ставки. Сможет ли это сделать риэлтор элитной недвижимости Олег Кольвах? Ну что ж, Олег уже подходит сейчас к старту, да, да, он поднимается не спеша. Передают информацию, что что-то случилось с коленом. Как же он будет прыгать? В какой момент это произошло? Как он будет прыгать? Неужели он не снимется? Ой-ой-ой-ой! После отборочного тура он травмировал ногу. Ой-ой-ой-ой-ой! Он будет пробовать, потому что потому что он настоящий мужчина, настоящий спортсмен и атлет. Несмотря на боль. Больно смотреть на то, как он старается. Действительно. Ну что ж, Олег. Как-то больно. Гремаса боли у него на лице. Мне даже больно самому становиться. Больно смотреть на то, как он старается. Не знаю, решится на бабочку или нет, Олег, но он уже наш чемпион, конечно. Что там? Что-то с коленом. Да, это старая травма, судя по всему, потому что, видите, замотано колено, то есть он заматывал его еще до того. Он будет прыгать! Олег! Ты легенда! Ты уже легенда! Прыжок! И он напрыгивает! Вау! Обалдеть! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ой-ой-ой, ребят, ему больно. Посмотрите, посмотрите, ему явно, явно некомфортно сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Олег решил идти до конца. Обратным хватом держит перекладину, сейчас поднимается, сейчас будет перебираться. АПЛОДИСМЕНТЫ Будет обидно упасть на подвесные карнизы. на препятствии, где не нужны ноги. Ну, посмотрим. Особенно после того, как феерично он управился с батутом. Неужели будет прыгать? Есть! Есть! Перебирается на следующий карниз. Лишь два карниза отделяют его от заключительного испытания. Руки, руки, руки. Олег, давай. Увы, на этом путешествии Олега на нашем проекте заканчивается. А Олег стойко терпел боль. В старой травме, в колене преодолевал, дожел дальше, чем многие участники, которые не были травмированы. Поэтому выражаем ему большой респект. Такой позитивный, улыбающийся парень. Скажи, что с ногой случилось? У меня был порыв передних крестов. И на разминке сейчас колено выскочило, встало. Ну, все, что было в моих силах, сделал. Олег, рекордсмен наших сердец. Более того, Олег, смотри, мы с тобой в прекрасном городе Сочи встречаем рассвет. И колен же не болит! Олег Гольмак, друзья! Вряд ли вы когда-нибудь думали, что мы вместе с вами встретим рассвет. Однако это случилось, и мы продолжаем. на полосу препятствий на полосу препятствий выходит Анастасия Ларина. Анастасия, в отличие от мужа, смогла пройти в полуфинал. Если сможет еще и в финал пройти, дома кого-то ждет серьезный разговор. Анастасия Ларина. Анастасия Ларина. Подведи нас, давай! У нее есть все шансы стать первой финалисткой из этого отбора. Потому что все вакантные кресла так и остаются вакантными, свободными. Торопиться никуда не нужно. Абсолютно. Это просто борьба с самим собой. Уже даже светло. Молодец. Умничка, умничка девочка. Смотри, какая сосредоточенность ее. Заряжает она свои ноги. Публика заряжает ее эмоциями. Давай, Настенька, давай. Сейчас Анастасия... Порхай! ...будет стараться. Добрый день! Держись! Держись! Ну что ж, бабочка покорена. Анастасия большая, молодец. Просто всеобщее ликование. Огромный путь уже проделан. Что ж, но еще больший путь предстоит сделать ей на пути к финалу. Я так хочу, чтобы была девочка в финале. Пожалуйста, Настя, давай. Вот я думаю, наш четверкин будет прям очень рад, если составит ему компания девушка. Делай спокойно. Ты все умеешь. Прыжок. Есть. Так, я думаю, с таким испытанием она уже сталкивалась, потому что ниндзя-трассы для нее... Вау! Проходить ниндзя-трассы для нее в порядке вещей. И полосы испытаний различных. Вот это мощь! Отлично! Отлично! Я поверить не могу, Настя, дерзай! Это девушка! Очень расчетливо и очень четко исполняет все на этом испытании с переставным турником. И уже на подвесных карнизах будет прыгать. Вау! Браво, Настя! Уголок, уголок, Настенька! Слушай, она значительно увереннее, чем многие мужчины, атлеты, которые уже преодолевали эту трассу. Настя, рвишки! Вы это видели? Сейчас главное, да, да, главное не спешить. Не верит муж. Так, дымоход. Наверху ждет красная кнопка. Ты почти в финале. Смотри, какой уху! Уверенный идиот! Неужели в финале все-таки будет... Настя! Настя! Женщина! Настя! Настя, я не верю, я не верю! Сейчас Анастасия Ларина докажет, что она хрупкая девушка, ничем не хуже лучших атлетов-мужчин! Анастасия Ларина! Это первый финалист! Финалистка! Финалистка! Первая финалистка! Единственная среди тех, кто проходит эту полосу. Нет слов, нет слов. Друзья, это невероятно! Абсолютно невероятно! Сейчас ее муж в слезах, она в слезах, мы в слезах! Алишер Баркенштерн плачет здесь! Как утренняя звездочка просто зашла! Ой! Это выдающееся достижение, выдающееся, друзья, ни больше, ни меньше! Ради этого и стоило встретить рассвет сегодня! Конечно, это знаковое событие! У нас в России на проекте именно «Русский ниндзя» мы увидим девушку в финале! Подумай только! Анастасия, что творит? Что творит? Просто чертовка! На полуфинальную трассу выходит Александр Киреев, который, напомню, сидел в американской тюрьме. Я хочу попасть в финал, потому что там недалеко до суперфинала и возможность стать первым русским «Индзя» в России. За это стоит побиться, поэтому я выложусь на максимум. Как быстро он начинает! Вау! Просто вау! Нет, но! Досадно! Безумно досадно! Ты сильно ударился, скажи? Да нет, вроде. Все красное у тебя, смотри. Ничего страшного. Спасибо тебе за участие, красавчик! АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня уникальный выпуск. Девушка в финале. Уже практически светло. А на трассу выходит Алексей Савкин. Алексей проиграл гонку лидеров, но я уверен, сейчас реабилитируется. Вообще не все потеряно. Сейчас будет шанс отыграться. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, Алексей! Между прочим, мой фаворит, напоминаю, потому что мне очень близки его мечты. И, Алексей, у тебя есть поддержка от нас обоих с Решером. Алексей, мы ждем тебя в финале. Это человек, который может, может преодолеть любое препятствие. Я тут уже показывал. Какие-то доли секунды его отделили вообще-то в гонке лидеров от того, чтобы уже быть в финале. Давай! Держись. Смотри, одними руками сейчас цепляется. Хорошо, руками только задержался. Молодец! Последним выступает Алексей. Целых два места свободно в финале. Занимали бою. А может, и оба займет. Ну что ж, главное не совершить ошибку. Сейчас по карнизам, по подвесным карнизам будет он перебираться. Здесь опасный участок, когда он будет отпускать свою левую руку. Молодец, молодец справился. Напомню, что он скалолаз, поэтому проблем с зацепом не должно быть. Сильнейший пальцы здесь раскачаться и уцепиться за этот уступ. Есть! Погасил хорошо инерцию. Надо соскакивать, надо соскакивать. Есть! Все шансы есть, все шансы есть. Остался только дымоход. Вот тут главное не соскальзнуть, конечно. Надеюсь, скользкий парень это не про него. И не сейчас. Уверенно, уверенно, Алексей прокладывает себе путь наверх. Дымоходы, а уже пролезает. И это еще один финалист. Есть, 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 жми. Браво, Алексей. Жми, и у нас есть третий финалист сегодняшнего дня. И это Алексей Савкин. Так же я жду финала. У нас такие противостояния там намечаются. Ух! Ты понимаешь, что ты финалист? Походу, да. Опять повезло. Не повезло. Ты просто сильнейший и мощный. Друзья, аплодисменты. Красавчик, беги в зону педалистов. И вот они снова встретились. Но на этот раз на кубиках для поп-финалистов. На этом полуфинальное Рубилово завершено. Сложнейшей, изнуряющей борьбе определились финалисты шоу «Русский ниндзя». Это была невероятная битва. Я хоть и смотрел на это со стороны, но и отдал столько эмоций, как будто я сам проходил трассу. Все это говорит о том, что здесь все по-настоящему. Настоящие эмоции, настоящее преодоление и настоящие победы. Такой накал мы сегодня наблюдали. Вы – настоящие финалисты шоу «Русский ниндзя», с чем мы вас и поздравляем. А мы увидимся в следующем выпуске, когда снова станет темно, и новые атлеты поборются за звание «Русский ниндзя». «Русский ниндзя». Пока-пока, 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 пока-пока. Спокойной ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова